Теперь по поводу наших тюркоязычных народов. Конечно, нужно продолжать свои контакты с близкими нам, этнически. Я говорю «нам», потому что тюркоязычные народы России – это часть России. И в этом смысле и турецкий народ, о котором я говорил в послании, как о дружественном нам народе, и другие народы тюркоязычные, они как были нашими партнёрами и друзьями, так и остаются. И мы, конечно, будем и должны продолжать с ними контакт. С действующим турецким руководством, как показала практика, нам сложно договориться или практически невозможно. Даже там и тогда, где и когда мы говорим «да, мы согласны», они сбоку или в спину наносить нам удары, причём по непонятным абсолютно причинам. Поэтому на межгосударственном уровне я не вижу перспектив наладить отношения с турецким руководством, а на гуманитарном, конечно. Хотя и здесь, конечно, есть проблемы. Я думаю, что и здесь нынешнее турецкое руководство добилось того, чего даже, наверное, не ожидало. Мы вынуждены будем принимать определённые ограничители меры в экономике и по некоторым другим линиям. Но, например, это связано с туризмом. Вот та ползущая такая исламизация, от которой бы Ататюрк, наверное, уже в Граву перевернулся, она же, понимаете, она тоже на нас отражается. Мы видим, фиксируем, что в Турции находятся боевики, выходцы, допустим, из Северного Кавказа. Мы много раз уже говорили нашим партнёрам, но мы же так не делаем в отношении Турции. Нет, они всё равно там сидят, лечатся, их охраняют. Потом они, используя безвизовый въезд, въезжают по турецким паспортам и растворяются. И мы должны вылавливать их потом, либо на Кавказе, либо в наших городах-миллионниках. Поэтому это уж мы точно должны будем сделать, так же, как предпринять некоторые другие шаги, обеспечивающие нашу национальную безопасность. Теперь у вас... Да, по поводу президента Татарстана.